На торжественную церемонию собрались все, кто лично знал Вячеслава Евскина и кто слышал о его подвиге – сослуживцы, руководители края и города. По мнению Вениамина Кондратьева, именно на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение. В те лихие, смутные бандитские 90-е, непростое для страны время оставались люди, для которых честь и отечество были превыше всего. Бюст нашему кубанскому герою мы открыли, поэтому и смогли пройти тот сложный для страны период, потому что он и еще многие, как он, отдали свои жизни за нашу великую страну. Он жил просто, как простой офицер, а погиб как герой. И я уверен, много простых офицеров сегодня просто живут, но внутри них находится честь и отечество. О подвиге майора сегодня много говорили и даже читали стихи, а близкие друзья делились воспоминаниями. Хорошо учился в школе, закончил Ташкентский институт народного хозяйства. В 87-м году начал служить в КГБ Советского Союза. В 90-х был переведен в Краснодарское управление ФСБ. У Вячеслава Евскина была возможность не ехать в ту командировку в Чечню, но офицерский долг не позволил ему отказаться. Два дня он и другие военнослужащие отбивали атаку боевиков в своем общежитии. В ночь с 7 на 8 августа 1996 года они решили покинуть здание, но попали в засаду. Прикрывая отход своих товарищей, майор Евскин подорвал гранаты себя и окруживших его боевиков. Свои действия он совершал именно, думая о нашем будущем. Поэтому, я думаю, сегодняшним открытием Бюста мы делаем большое дело, чтобы не только сегодняшние краснодарцы, но и будущее поколение помнили о тех, кто создавал для них. И создает в том числе сегодня, воюя на Кавказе, на дальних рубежах и обеспечивая безопасность нашей Родины. Он с честью выполнил свой воинский долг, не пощадил свою жизнь ради жизни других. Прошло уже 20 лет со дня гибели его. И это кажется, как будто всего лишь прошел один день. Вечная память героям, погибшим не только в горячих точках. Похоронен Вячеслав Евскин в Анапе. В городе-курорте именем майора названа улица, а в Краснодаре – бульвар в юбилейном микрорайоне. Там и установили бюст Героя России. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.